Друзья, знаете ли вы, что в греческом языке точка с запятой имеет значение вопросительного знака? Ну это так к слову, а вообще у нас сегодня 17 серия проекта только факты и пока идут интересные слайды я вам расскажу, что мы сегодня будем делать. А делать мы сегодня будем очередной хендлер, который будет выдавать на странице случайные факты. В общем он не займет много времени, я думаю, что будет коротенько, но интересно. Давайте для начала я запущу проект, покажу где и что мы будем собственно говоря делать, чтобы было понятно и наглядно. Сейчас он запустится. Так вот он запустился, смотрите у нас есть на главной странице, на стартовой странице сайта есть список фактов и мы можем каждый из них открыть на отдельной его собственной странице и для этого у нас есть специальная вьюшка, а также на всей странице случайный факт, который пока в разработке, именно на него мы будем делать медиатор хендлер, который собственно говоря будет здесь вот при каждом открытии страницы генерировать новый факт, случайные, абсолютно выбранные из базы данных. И для того чтобы это начать, давайте всю эту штуку свернем, это в принципе даже можно вообще закрыть. У нас есть контроллер, который называется факт и здесь я в медиаторах, в смысле в квериях для медиатора я создам вот этот самый request и хендлер. Еще раз, меня спрашивают зачем такие сложности, я хочу показать как это работает, а использовать или не использовать это сугубо ваши личные проблемы, вернее проблемы выбора, да, вот так вот скажем. Итак, мне нужен факт, это будет рандом какой-нибудь, да, рандом, вот таким вот образом я нажму факт, ну давайте если это у меня get, давайте напишем get random, я сознательно здесь допишу теперь request и здесь, а давайте я сделаю по-модному, теперь это у меня будет не класс, а рекорд и соответственно вот эти штуки мне не нужны, но мне нужен здесь request base и возвращать им будет факт view model, как раз тот, что отображается на странице, которая называется show. И в общем-то request я уже сделал, так как у меня не будет для него параметров, в общем это самый простой для меня или вариант. Дальше я сделаю класс, который называется, ну вот я уже говорил, по какому принципу я миную, я его в общем воспользуюсь. Handler допишу всего лишь навсего и здесь все тоже просто напишу handler, а сюда request handler base, да, сюда допишу как раз факт get random request, поставлю запятую, нажму enter и в общем-то у меня уже сформировался хендлер, который в общем-то мне осталось только реализовать. Ну и первым делом, что нужно сделать, мне нужно в этот хендлер получить доступ в базе данных, это легко сделать через конструктор, я буду использовать iUnitWork, так назовем его iUnitWork и я его сделаю read-only, ну даже вот таким вот новомодным способом, вот и теперь мне нужно здесь делать реализацию. Ну так как у меня здесь будет много чего, давайте я переведу в режим body, здесь напишу и sync и собственно говоря вот эту можно штуку убрать и далее что? Ну во-первых можно сделать здесь такую реализацию, которую бы возвращал operation-result, можно ее не делать, опять же operation-result это в раппер, который делает всего лишь обердку на возвращаемый результат, потому что результаты могут отличаться от того, как если бы это было нормальный, правильный или с какими-нибудь ошибками ответ. Здесь у меня все на самом деле просто, то есть я возвращаю случайную запись, которая есть в базе и все, других вариантов нету, поэтому я здесь выдал fact view model, а не operation-result fact view model, как могло бы показаться в самом начале, и поэтому здесь собственно говоря, смотрите, мне, да, если я выдаю fact view model, мне здесь обязательно тогда потребуется, смотрите, я могу использовать маппер, который в общем-то позволит мне полученную сущность из факта превратить fact view model, но это как бы первый вариант, и второй вариант давайте посмотрим, как у нас выдается на show, да, вот есть у нас вот такая вот страница, которая в общем-то показывает getById, наверное это вот она, ну и здесь используется маппер, и в общем я говорил, что можно не использовать маппер, а вот в этой конструкции выдать уже view model, то есть projection использовать, ну и наверное по образу и подобию сделаю так же, чтобы в общем-то не изобретать велосипед, тогда мне маппер как раз здесь потребуется, маппер, я его тоже сразу прокину сюда в конструктор, потому что точно знаю, что он мне нужен, ну в общем-то вот теперь у меня практически все есть, что мне нужно, и для того, чтобы мне получить факт из базы, мне нужно воспользоваться простой конструкцией getRepositoryFacts, и это я получу только факт, дальше мне нужно сказать, что мне нужен order, ну давайте я тогда не буду вот так делать, я скажу, что мне нужен getAll, то есть я хочу получить все, я хочу поставить, чтобы у меня было true, ну то есть true это значит не использовать change tracking, то есть я не буду с этим элементом, с этим фактом проделывать какие-либо операции, я его просто получу и покажу на UI, дальше мне нужно сказать, что я хочу получить любой order by, ну и здесь проявить такую хитрость, да, new, так вот id, ой, то есть good id равен new, давайте вот так вот напишу, good new id, ну нет, конечно же я затупил, прошу прощения, вот я таким образом сделаю, чтобы она мне дала любой good, но эта конструкция на самом деле работает медленно, то есть ну давайте я допишу, а потом мы ее поправим, таким образом у меня наружу выйдет факт, теперь var result теоретически у меня будет, ну давайте пока так напишу, result равен mapper, нет, mapper map, я хочу указать факт view model, не-не-нет, факт view model и отдать в конструктор сюда как раз этот факт, который был получен из базы, ну и теоретически должен вернуть result, в общем-то вот так примерно как-то должно работать, более того, это все можно сократить вот таким вот образом, return, ну это как бы уже рефакторинг, но я пытаюсь сделать таким образом, чтобы стало вам понятно, но опять же конструкция good new good, вот этот вот через order by, она работает достаточно медленно, поэтому собственно говоря, я бы не рекомендовал злоупотреблять вот этим good new good, ну и в общем есть в старом entity framework варианты написания функций через специальные SQL функции, в общем-то можно в принципе использовать ef.function, ну random вот до сих пор они не сделали, в отличие от версии entity framework 6, ну поэтому здесь random использовать как бы не получится, ну зато конечно есть другие интересные функции типа like или, ну ладно, это уже не важно, давайте я назад откачу, ну и что надо сказать, так что-то у меня здесь, да, что я, да, я хочу использовать вот какую конструкцию, то есть ты и симки написал не зря, я хочу здесь написать await и здесь я получу order by, в общем-то ничего, мне поэтому здесь нужно написать, ну я могу написать take take one, то есть взять одну, либо потом привести там это first to default, но я сразу напишу first to default, то есть первую либо никакую, и сюда она меня просит прокинуть cancellation token, давайте я это сразу так и сделаю, нет, cancellation token, вот так вот, вот, ну и теоретически если у меня здесь написано слово default, то тогда у меня факт может быть null, поэтому я здесь скажу если факт равен null, ну то есть что у меня в общем база данных не запущена или еще что-нибудь такое, я скажу return new, ой нет, так вот, return new, ну точно не то, что здесь написано, new fact you model, и я скажу, что у меня контент какой-нибудь no data, ну чтобы вы понимали, что может всякое быть, база не подключилась еще, чтоб не выскакивала ошибка, в общем это будет плохо, ну вот мне ReSharper предложил сделать вот такой, то есть ReSharper Visual Studio предложил сделать такой рефакторинг, и в общем что теперь, у меня теперь нужно сделать вызов в контроллере, для этого соответственно переключимся в контроллер, ой, открыть, ой, это не контроллер, вот контроллер здесь у меня random view, в общем здесь мне нужно написать что-то типа ну давайте для начала здесь, давайте я вот так вот напишу медиатор, потому что он у меня уже есть, send, и здесь я хочу написать new fact random request, запятая, дальше мне нужно прокинуть сюда http context и сказать, чтобы у меня здесь появился consolation token, так как медиатор у меня хочет evade, то соответственно мне нужно и в action сделать evade, давайте перенесем на следующую строчку, сохраним, будет красиво, другими словами, у меня на view улетит fact view model, теперь мне осталось найти эту view, она у нас находится факт, я кстати перенес ее из сайта, если вы другую потеряете, вот он random, и сейчас у меня есть страница show, которая, ну теоретически может и должна в принципе делать то же самое, я с вашего позволения скопирую, заменю вот этот текст, и в общем если у меня model равен не ну, в смысле, да, то есть если есть что показывать, я покажу partial data, я давлю туда это, здесь у меня тостер также кстати можно скопировать, в общем я одним копипастом убил буквально двух зайцев, как гласит русская пословица, за двумя зайцами погонишься, больше двух зайцев не поймаешь, в общем гоняйтесь за зайцами и так я нажимаю случайный, и у меня выскакивает handler, потому что does not contain definition ok, да, конечно, у меня же там нет viewmodel, и поэтому я конечно же сделал глупость, я должен сказать вот так, и соответственно у меня здесь не result, а model, и model.metadata, ну давайте здесь вот эту штуку берем, и скажем, что, ну во-первых у меня model, и это из operation резалта, поэтому я скажу, извините, бананин снимаю, ну давайте по-русски напишем, что-то пошло не так, еще раз запустим можно закрыть, откроется новая страница, нажимаем случайный факт вау, и у нас опять что-то тут сломалось, но это уже интересно model не равен ну, давайте тогда сделаем по-хитрому, сделаем бряку вот здесь вот, control F12, и вот здесь на выходе посмотрим, но тут мы конечно ничего не увидим, да, так, надо посмотреть где она показывает null, это нам уже не нужно random, она говорит, что вот здесь, ну в общем-то вот здесь можно бряку и поставить на самом деле, у меня здесь не указан model, вот почему она ругается, тут в принципе бряка мне не поможет, мне нужно здесь, чтобы был указан, какой тип модели я получаю, я напишу, не-не-нет, вот так вот не надо писать, я напишу model факт view model, то есть теперь у меня вьюшка знает, что это за модель и что она отрисовывает, ну и еще она у меня может быть nullable, давайте вот таким вот образом хотя нет, она же у меня не может быть null, друзья, там же у меня на самом деле стоит, что если у меня не найдено где-то тут, да, то я возвращаю пустой факт, но поэтому не будем изобретать велосипед и вот эта штука нам теоретически не нужна, в общем все на самом деле уже придумали за нас, поэтому давайте просто запустим эту всю штуку и это должно уже работать, более того должна копироваться еще и ссылка на этот факт, который даже вот так вот я нажму, ну и как вы видите все заработало, при каждом открытии страницы появляется новая запись, более того у меня уже здесь работает это вот самое копирование, ну смотрите на самом деле почему оно не сработало, я когда открываю, у меня открывается именно ссылка на страницу, то есть по образу и подобию как это было вот здесь, то есть я когда нажимаю, только тогда я перехожу на show, здесь я нажимаю случайный, перехожу на show и только потом ссылку можно скопировать, тоже интересный вариант, давайте поправим, это в принципе тоже должно работать правильно, для того чтобы у меня ссылка отработала правильно, у меня на странице show есть видимо какой-то указатель, вот она говорит что hyperlink hide link true, я открою random и скажу тоже самое hide link true, то есть как вы помните я там через в общем хитрые штуки, передавал во view data, вот в этот partial, в общем как раз вот этот вот hide link view и здесь он где-то вот факт link сюда проваливался и здесь f12, вот если hide link у меня не null, тогда у меня отображается ссылка, то есть другими словами сейчас запускаю сайт и все работает как тютелька в тютельку, это когда гномик с гномикой, вот у них тютелька в тютельку это так просто, вот, ну и как вы видите теперь у меня это все работает, именно таким образом как я и хотел, можно сделать отдельную кнопку, показать еще и сделать просто редирект на эту страницу, которая называется случайный, но я не буду этого делать, потому что как я говорил, вот это вот new GUID, new GUID, в общем сортировка она такая достаточно накладная операция, в общем я не рекомендую не наваливать на нее функционалы, то есть ну вот нажал человек, увидел случайный, ну и хорошо, захочет еще раз потом нажать, ну опять прочитает, ну и в общем вот какой-то вот такой вариант, я думаю пару-тройку коротких видео, которые закроют вот эти прорехи в этих дырках, в смысле вот в этих реализациях ну еще сделаем, ну в общем да, вот так в общем, что еще хочу сказать, наверное, хочу с вами попрощаться, сказать спасибо вам, что комментируете, задаете вопросы, в очередной соответствую на вопрос почему медиатор, потому что это удобно, во всяком случае на больших проектах на маленьких он в общем как бы бесполезен, ну и опять же прошу вас комментировать, писать вопросы, вам всего доброго, ну и как обычно пишите правильный код в общем и в общем и 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